В Цхимвале установили памятник первому космонавту, советскому лётчику Юрию Гагарину. Бюст появился на территории 12-й школы, которая с 1972 года также носит имя Гагарина. По словам директора образовательного учреждения Геннадия Арсоева, установка бюста в планах руководства школы была давно, однако возможность появилась только сейчас. Идея была, Джагаева Елена Ильинична, она у нас завучий организатор, вместе с спецколлективом. Они именно мечтали и хотели, чтобы так как школа наша с 1 ноября 1972 года Югостинским обкомом Комсомола присвоили звание Юрия Алексеевича Гагарина. И именно была такая давняя мечта, чтобы именно увековечить памятник Юрию Алексеевичу Гагарину, так как школа носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. Воплотить идею в жизнь удалось благодаря администрации города. Руководство школы обратилось к мэрии с просьбой оказать им финансовую помощь. Городская администрация взяла на себя большую часть затрат. Установили вот этот памятник благодаря администрации города Схинвал. В частности, непосредственно вот этим делом занимался Кузаев Алан Олегович, который работает также в системе администрации ЖКХ. И благодаря ему вот наша мечта сбылась. Установили памятник Юрию Алексеевичу Гагарину. Это как бы стало олицетворением для нашей школы. Потому что все дети, все учителя, все прохожие, которые проходят, они уже знают, что это имя именно. Школа носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. Бюст изготовили в России. Его автором является известный российский скульптор Дмитрий Дементьев. Железобетонный памятник с бронзовым покрытием установили во дворе школы. Его высота примерно 2,5 метра. Над бюстом первого космонавта Дементьев работал на протяжении двух месяцев. Непосредственно бюстом занимался Дементьев Дмитрий Михайлович. То есть этот бюст был изготовлен в России. И именно с России потом его перевезли в нашу школу Южная Осетия. Торжественного открытия бюста не было из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Однако ко дню космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, школа готовит большое мероприятие. Стелла Бязарова, Алим Бетеев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск «Сегодня». Продолжение следует...